А вы знаете о том, что Квентин Тарантино очень не любит рекламу в кино? Поэтому герой его фильмов курит только сигареты, придуманные им же самим марки Red Apple. Ну хорошо, что не просто Apple, а то, сами знаете кто, уже бы давно его засудили. Всем привет, с вами Нил Рэндалл. Нынешняя неделя, как, собственно, и все прошлые, ничего такого особенно плохого не несет. Поэтому хороший фильм будет хорошим, а плохой не очень-то и плохим. Приступим, господа. Блакбастером фильм, который мы сейчас обсудим, назвать трудно. Но, безусловно, эта вещь вне конкуренции. Никакие оценки и анализы тут не требуются. Это красавица и чудовище в 3D. Привет! Наш господин. Удивительный подарок ценителям анимации. Классика Дисней возвращается на большой экран. В формате 3D. Это ее счастливый день. Это замечательно. Красавица и чудовище. В общем, все так, как оно и выглядит. Это классический, замечательный, один из самых лучших мультфильмов, существующих в природе. Только в 3D. Да, я знаю, что многие не любят 3D, да и политика Диснея заключается в том, чтобы срубить бабла на том, на чем уже срубили. Но, но сходите еще раз на такое замечательное произведение, это очень хорошо. И, кстати, мультфильм выходит 6 декабря. Вы не подумайте плохо, я люблю Джерарда Баттлера. Но только в фильме с ним выходят плохие. И вот что-то мужчина на расхват меня тоже не слишком порадовал. Пап, мне сон плохой приснился. Это ерунда, у меня был настоящий кошмар. Мне мяч по руке попал, да так, что мизинец вывихнул, вот так. Пап. Да. Давай позвони маме. С первого раза ночевка не удалась. У Джоджа Драйера было все. Джодж в прошлом. Звезда футбола, ребята. Смотрели ваши ролики на Ютьюбе. Вы здорово играли. Но теперь он остался ни с чем. Всегда грустно смотреть, когда хорошие режиссеры снимают унылую посредственность. А ведь эту картину сделал Габриэль Мучино, за душой которого такое замечательное произведение, как «В погоне за счастьем». Ну а тут вот опять очередная смешная комедия. Ну а кроме Баттлера, в фильме еще замечен Ума Турман и Кэтрин Зетта Джонс. Они тоже хорошие актрисы, но только попали в... неудачное положение. К счастью, он чертовски красив. А что у нас за новый тренер? Здравствуйте, это мама Эйрона, мама Дэвида, мама Соманки. Родители требуют особого внимания? Что такое тихий? Избегаешь проблем? Так и есть. Салют! Ну надо же, а ты хорош. Сюжет просто как молекула водорода. Есть какой-то футболист, а вот он уже и не футболист, а школьный тренер. И он такой красивый, что в него влюбляются все мамаши детей, которых он тренирует. Хованский просто позавидовал бы. И к тому же у него есть какая-то семья, и возникают какие-то моральные дилеммы. Очень увлекательный, по-моему. Я нанял детектива следить за Пэти. Он у меня такой ревнивый. Кто же так играет? Получай. Ударь, какой девчонки! На! Мужчина на расхват. Ну, как говорится, снова здорово. Хорошие режиссеры и хорошие актеры объединяются вместе, чтобы снять плохой фильм. Ну, не плохой, но посредственный. И вот за эту посредственность фильм «Мужчина на расхват», выходящий 6 декабря, получает от меня красный палец вниз. Красный палец вниз. Вот так вот. Вы любите виски? Я вот очень люблю. А еще я очень люблю хорошие фильмы. Хотя вряд ли есть люди, которые любят плохие. Ну, неважно. Фильм будет про виски. Ну, то есть почти про виски. Ладно, виски это только завязка. В общем, самый пьяный округ в мире. Том Харди, Шайли Бафф и Гэри Олдман. Вот такой вот звездный состав. А режиссер Джон Хиллкоут. Ну, совершенно незначимая фамилия в киномире. Хотя я заметил, что в последнее время даже хорошие фильмы снимают режиссеры почти без всяких знаменосных фильмографий. Примером, ну, господи, посмотрите почти любой выпуск моей передачи. Впечатляет. Я куплю весь ящик. А еще хотите? Вези все, что есть. Здесь 2000, без моего процента. Ты посмотри. Ну, прямо алькопор. Ходят слухи. Вам нужна помощь по хозяйству. Ну что, мистер Бондурант, возьмете меня? Вы тут занимаетесь незаконной деятельностью. Итак, сухой закон и Великая депрессия. Три брата Бондурант занимаются нелегальной торговлей виски. Один, младший, пытается покорить этим девушку. Ну, то есть не спиртным, а своей незаконностью. Старший брат разбирается с врагами семейного бизнеса, а средний... Ну вот, про среднего я что-то не очень понял. И вот вам, друзья, мои пример звездного состава, незвездного режиссера и очень заманчивого фильма. А что? Бодренько? Бодренько. Играют хорошо? Хорошо. Унылых шуток и петросянства нет? Нет. Ну вот и кажется, что фильм «Самый пьяный округ в мире», выходящий 6 декабря, будет, скорее всего, хорошим. Спешу вас предупредить, мои дорогие зрители, что мне придется на недельку уехать на конференцию по молекулярной биологии, поэтому не удивляйтесь, если вместо меня вдруг возникнет другой очкастый ведущий. А все потому, что мы хотим, чтобы вы смотрели только хорошее кино. Ну а также, конечно же, подписывались на мой канал. Вот тут будет кнопка, чтобы не было споров. Поставьте еще лайк. С вами был Нил Рэндалл. И спасибо за внимание.